2 ноября в Берлине состоялась первая встреча в формате переговоров представителей внешнеполитических ведомств, государств, членов ЕС и стран-кандидатов. Среди участников мероприятия украинская делегация говорили о необходимости реформирования Евросоюза и перспективах его расширения. Вместе со своими коллегами я подниму вопрос о том, что среди многих политик, которые реализует Европейский Союз, нам нужна новая, сильная, консолидированная политика. Политика ЕС по сотрудничеству оборонных отраслей. Потому что мы видим, что для самозащиты, для решения конфликтов и сдерживания агрессии в Европе необходимо активизировать усилия в сфере оборонной промышленности. Мировые кризисы не отвлекут внимания Евросоюза от Украины, заявил ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель. Над оценкой того, как Киев справился с требованиями ЕС к Украине, как к кандидату работают в Еврокомиссии. Перед оглашением результатов в Киев приедет президент Еврокомиссии Урсула фан дер Ляйен. Анализ информации, которая доступна в открытых источниках, говорит мне о том, что политическое решение где-то в недрах ЕС принято. Надо расширяться, надо принимать как минимум Украину, Молдову и страны Западных Балкан для того, чтобы поставить точку вот этой конкуренции, скажем так, за сферой влияния, которая происходит с Россией окончательно. Работа действительно проделана абсолютно феноменальная. На мое усмотрение, я вообще считаю, что мы сделали даже больше, нежели нас просили летом прошлого года. Нам еще докидывали некоторые вопросы, модернизировали требования, но тем не менее украинские власти максимально оперативно этот вопрос решали. Украине удалось выполнить большинство требований, утверждают эксперты. Даже те, которые члены ЕС выдвигали дополнительно. К примеру, изменение законодательства в отношении национальных меньшинств, на котором настаивала Венгрия. Изменение законодательства по отношению к национальным меньшинам – это раз. Второе – борьба с коррупцией. И в этой связи или под этим углом рассматривается доведение до конца реформы в судебной сфере. То есть, если у вас нету справедливых судов, которые работают, они способствуют тому, что чиновники будут красть из бюджета. Поэтому два или два с половиной требования, которые надо доводить, но они требуют времени. То есть, это нельзя одним законопроектом или каким-то постановлением Кабинета министра решить этот вопрос. Однако позитивной оценки работы Киева над необходимыми реформами недостаточно, напоминают эксперты. Чтобы начать переговоры, все члены Еврокомиссии должны проголосовать за такое решение. Мы видим, например, несколько изменившуюся позицию в Словакии. В частности, премьера Фицу, который недавно победил на парламентских выборах в Словакии и возглавил их правительство. Как раз, соответственно, на заседании Европейского совета они довольно неплохо спелись вместе с Орбаном, премьер-министром Венгрии. И начали показывать свою автономность от общей европейской линии. Но, тем не менее, я думаю, что касательно вопроса именно начала переговоров, я думаю, что Фица не будет все-таки блокировать этот вопрос. При этом украинская сторона ждет позитивных решений Еврокомиссии уже до конца 2023 года. Лариса Зубенко для телеканала Freedom.